Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Государственное унитарное предприятие «Севастополь-Газ» перестанет направлять свою прибыль в бюджет города. Деньги будут распределяться на догазификацию. Пробы воды на трех городских пляжах признаны неудовлетворительными. Мир, любовь и искусство. В Крыму на побережье бухты Капселя открылся ежегодный фестиваль молодежи «Таврида-Арт». Тематическая смена «Мы государство» при поддержке Федеральной налоговой службы проходит в детском лагере «Артек». Региональные власти не имеют полномочий влиять на стоимость топлива. Такие разъяснения губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал севастопольцам в новой публикации в своих социальных сетях. Далее цитата. Далее цитата. Почему проблема вообще такая возникла? Потому что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения нахождения морского транспорта нарушают график поставок. Для решения этой проблемы в будущем власти уже направили в адрес Министерств энергетики и транспорта России обращение о необходимости увеличения пропускной способности паромной переправы и при необходимости привлечения частных судов. Государственное унитарное предприятие «Севастопольгаз» перестанет направлять свою прибыль в бюджет города. Деньги будут распределяться на догазификацию. Соответствующее заявление было озвучено на заседании правительства Севастополя в четверг 17 августа. Принятие проекта постановления позволит увеличить число подключения граждан города в рамках проведения мероприятий по догазификации. То есть, данное финансирование пойдет не в бюджет города, а непосредственно на реализацию непосредственных обязанностей функции «Севастопольгаз». Оставшаяся прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей также будет направлена на обеспечение безаварийного, бесперебойного и стабильного снабжения севастопольцев природным газом. Почти пять сотен предпринимателей Севастополя и сферы туризма уже подали заявление на получение финансовой господдержки. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что в общем на эти цели в 2023 году федеральный центр выделил Севастополю 543 миллиона рублей. Это позволит оказать поддержку 2500 субъектам малого и среднего предпринимательства, на которые в сумме работают более 8000 человек. Мера поддержки в первую очередь направлена на сохранение рабочих мест, ведь обязательное условие для получения господдержки – сохранение в третьем квартале текущего года 80% численности работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расчет меры поддержки будут составлять в расчете из четырех МРОД на одного сотрудника. С учетом текущего уровня это почти 65 тысяч рублей. Система выдачи средств осталась такая же, как в прошлом году, отметил губернатор Даля Цитата. «Не нужно никуда приезжать с документами, достаточно воспользоваться личным кабинетом, который уже есть у каждого предпринимателя на нашей платформе grant.sev.gov.ru и подать заявление в электронном виде», – написал губернатор. Кроме того, в этом году для предпринимателя Севастополя действуют и другие региональные меры поддержки. Среди них – освобождение рестораторов от оплаты за летние площадки на территории города за период с начала 2022 года и по конец текущего. Также для представителей туристической сферы были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. 94 миллиона рублей выделят дополнительно на строительство квартир детям-сиротам. Об этом сообщила заместитель директора Департамента капитального строительства правительства Севастополя Ирина Гагарина. По ее словам, выделение средств стало возможно из-за перераспределения основного бюджета госпрограммы «Жилище» за первое полугодие 2023-го. В ресурсное обеспечение программы вносятся корректировки, в основном связанные с мероприятием завершения строительства домов для детей-сирот. Потому как законом о бюджете было принято решение о дополнительном финансировании 94 миллиона по этому мероприятию. Мы программу сейчас корректируем под эти цели. Губернатор Михаил Развожаев добавил, что в этом месяце будет введен в эксплуатацию многоквартирный дом для обеспечения жилплощадью льготной категории севастопольцев «Дети-сироты». Ремонт остановочного комплекса улицы Галины Петровой и уникального барельефа на нем завершен. Севастопольцы вновь могут любоваться ярким объемным изображением, авторами которого более полувека назад стали студенты, расположенного в непосредственной близости архитектурно-строительного колледжа. Несколько лет назад объект перестали использовать по назначению, перенеся остановку к дому номер 26 по улице Пожарова. Это объясняли тем, что местоположение комплекса нарушает требования безопасности дорожного движения, а его состояние оставляет желать лучшего. Благодаря активной позиции неравнодушных севастопольцев к вопросу сохранения уникального памятника труда студентов строительного колледжа удалось привлечь внимание властей и было принято решение сохранить барельеф. Работой по его восстановлению вели сотрудники Автодора, которые снесли аварийную часть конструкции, восстановили геометрические параметры павильона, выполнили работы по гидроизоляции и общему обновлению объекта. Пробы морской воды на трех севастопольских пляжах не соответствуют санитарным нормам, сообщили в территориальном отделе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. В связи с плохим качеством воды в районе пляжей Городской и Мраморной, в Балаклаве, а также Ушаковой Балке, купание в этих местах запрещено. В ведомстве добавили, что соответствующие замеры берутся каждые 10 дней на регулярной основе на всех официально разрешенных местах купания. Напомним, пляж Ушакова-Балка вновь вошел в этот перечень в конце июня этого года после неоднократных обращений севастопольцев. Его оператором назначено государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Чем опасно палящее солнце? Какие симптомы могут наблюдаться при перегреве организма? Как с ними бороться и какие существуют методы профилактики в жаркую погоду? Об этом в интервью телеканалу НТС рассказал врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Севастополя Николай Злодеев. Первое, о чем не стоит забывать в жаркую погоду – головной убор. Кепка, бандана или шляпа значения не имеет. Выходя на улицу под палящее солнце, нельзя пренебрегать этим важным элементом защиты. Специалисты также рекомендуют надевать одежду светлых тонов, сделанную из хорошо пропускающих воздухматериалов, к примеру, льна. Важно соблюдать питьевой режим. Во время прогулок в жару стоит носить с собой бутылку воды и каждые 15 минут делать по несколько глотков. Не забывать про солнцезащитный крем с высокой степенью уровня защиты от солнечного излучения, то есть так называемый ФПС, чтобы он был более 30. Категорически не рекомендую употреблять алкоголь. Почему? Потому что, во-первых, алкоголь будет больше способствовать обезвоживанию организма. Это первое. И второе. В состоянии алкогольного опьянения человек не может адекватно оценить, насколько долго он пробыл под палящими лучами солнца. В жару врачи не рекомендуют злоупотреблять физическими активностями. Это люди, которые идут в такую жару на дачу, согнулись, грубо говоря, над грядками, над картошкой утром и вечером разогнулись. То есть тоже это, конечно, очень вредно. Находиться в жару не рекомендуется с 10 утра до примерно 4-5 вечера. В этот период, конечно, лучше избегать каких-то длительных походов в жару либо на пляже тоже, конечно, не рекомендуется в это время находиться. Определить перегрев организма довольно просто. У человека, во-первых, повышается температура тела до 38-40 градусов может даже повышаться. Также отмечается головная боль, головокружение, тошнота вплоть до рвоты. В более тяжелых случаях могут наблюдаться судороги, потеря сознания. Ну и уж в крайне тяжелом состоянии уже жара может привести вплоть до остановки дыхания, остановки сердечной деятельности. Негативному воздействию высокой температуры особо подвижны пенсионеры, дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями. При возникновении опасных симптомов после длительного нахождения под солнцем важно незамедлительно принять меры. Первая помощь состоит в том, что пострадавшего человека нужно переместить в тень, ну или в прохладное помещение. Дальше можно обложить область лба, височную область, шейную область, в подмышки и паховую область можно положить смоченные холодной водой полотенца. Если есть стесняющая одежда на пострадавшем, то необходимо ее расстегнуть, либо есть возможность такое, то ее снять. Николай Злодеев уточнил, что при оказании первой помощи важно не перестараться. Перегревшегося человека ни в коем случае нельзя оставлять на холоде. Резкие перепады температуры чреваты печальными последствиями. При любых опасениях за здоровье стоит обратиться к специалистам. Естественно, это может быть с потерей сознания, поэтому если в течение, так скажем, суток температура не сбивается, то, конечно же, необходимо обратиться к врачу. А так, при температуре, если человек знает, что у него нет аллергии на те или иные препараты, то он может принять жаропонижающие препараты. Но, опять же, если они не будут неэффективны в течение суток, то необходимо обратиться к врачу уже в поликлинику. В этом году летняя жара в мире побила все рекорды. По данным НАСА, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю климатических наблюдений. В августе продолжают фиксироваться аномально высокие температуры. Прогнозировать наступление прохлады пока рано. Как сообщили в правительстве Севастополя, в понедельник, 21 августа, синоптики ожидают на термометрах до 35 градусов. Антон Шлячков, Севинформбюро. В полиции Севастополя задержан мужчина, похитивший денежные средства из автомобилей троих местных жителей. 40-летний приезжий приобрел в сети интернет электронное устройство, способное перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения. Так называемый код-граббер. При помощи него злоумышленник и проникал в чужие машины. Он некоторое время наблюдал за потенциальными жертвами и в момент, когда водитель блокировал машину, перехватывал сигнал на электронное устройство. Затем, убедившись в отсутствии свидетелей, отключал сигнализацию и похищал из автомобиля чужое имущество и деньги. От действия автомобильного вора пострадали три севастопольца в возрасте от 41 до 44 лет, которые лишились в общей сложности 45 тысяч рублей. Фигурант был задержан оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю и УМВД России по Балаклавскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Тематическая смена «Мы государство» при поддержке Федеральной налоговой службы проходит в детском центре «Артек». 25 ребят из разных регионов России стали победителями конкурса видеороликов, организованного ведомством. Теперь школьники расширяют свои знания о налогах и государственном устройстве, совмещая занятия с долгожданным отдыхом на море. Тематическая смена в «Артеке» – часть специальной программы Федеральной налоговой службы по развитию налоговой грамотности у подрастающего поколения. Зачем нужны налоги, какие они бывают и почему их так важно платить, ребята узнают на игровых наглядных примерах. В помощь специальные пособия, адаптированные под разный возраст. «Ребята изучили, уже изучили, как появилось государство, изучили основные государственные должности, изучили на примере Федеральной налоговой службы, какие бывают государственные структуры. И сейчас мы с ними, вот в настоящий момент, играем в создание собственных государств интересных. В конце мы покажем это на шарике. А самое главное, дети понимают, что любое государство – идеальное государство, где люди счастливы, оно невозможно без налогового. Простор для фантазии, творчества и развития. К концу смены ребята представят друг другу свои государства мечты. Условия игры – работать они должны по вполне реальным механизмам. Иметь бюджет, свою официальную символику, границы и аппарат управления. У школьницы Арины из Ставропольского края, например, город Русалок. Там есть большие аквапарки, дельфинарии, есть музеи русалок, есть еще большая ракушка – это как центр нашего мира. Она также изображена у нас на гербе. Я хочу, чтобы деньги, которые государство выделяло, чтобы его отправляли на школьные обеды, чтобы детям было, ну, хотя бы немножко комфортнее есть еду, чтобы отправляли на дорогу, чтобы было комфортнее ездить. Побольше немного бабушкам и дедушкам, которые в этом нуждаются. Скоро у нас должен быть министр экономического развития Республики Крым, руководитель КРИПО и прочие лица, которые занимают важные государственные посты. Живой государственный служащий, причем значительный, расскажет о том, как именно его все действия экономические, в том числе налогового характера, влияют на то, что в данном случае Республика Крым становится все лучше, богаче, интереснее. Прогулки среди потрясающих пейзажей, увлекательные экскурсии, конкурсы и ежедневное купание в море – время в летнем лагере всегда бежит незаметно. По традиции ребята загадывают свои самые заветные желания возле особого дерева. Наверняка среди них будет мечта обязательно вернуться в Артек. И еще, чтобы в нашем мире стало больше дружбы, взаимопонимания и радости совместных открытий, как здесь. Полина Галушка, Дмитрий Лилека, Александр Чернуха, Севенформбюро, Ялта. В Крыму на побережье бухты Капселя открылся ежегодный фестиваль «Таврида Арт». В этом году в нем примут участие более 3,5 тысяч молодых людей со всех 89 регионов России. Организаторы по традиции подготовили интересную образовательную и культурную программы. Главным событием фестиваля станет выступление звезд российской эстрады. Газманов, Лепс, Шаман, Ума Турман, Чаев, группа «Фабрика», Ваня Дмитриенко и многие другие. Как прошло открытие фестиваля и что интересного ждет участников в этом году, узнала съемочная группа НТС. В этом году к слогану фестиваля «Мир, любовь и искусство» добавилась фраза «Только в России». Действительно, только у нас в стране на побережье Черного моря происходит самый необычный, самый масштабный молодежный фестиваль «Таврида Арт». В этом году «Таврида» проходит в пятый, юбилейный раз. «Таврида» – это место, где сбываются мечты, потому что все, что вы видите вокруг себя, когда-то рождалось как чья-то мечта. Даже не чья-то, ваша мечта, наша с вами мечта. И за короткие пять лет эта мечта стала реальностью. А значит, во время вызова надо смелее мечтать и бороться за то, чтобы мечта стала реальностью. «Таврида» – место, где сбываются мечты. Россия – это сегодня страна возможностей, ваших возможностей. Удачи и успехов вам! Несколько дней подряд на главной сцене будут выступать известные российские артисты. Среди них Олег Газманов, Григорий Левс, Шаман, Ума Турман, Чаев, Ваня Дмитриенко, СТ и многие другие. В этом юбилейном году чести открыть фестиваль удостоилась талантливая исполнительница Аннет Сай. Почетное право выступить в день открытия на главной сцене «Таврида-арт» Аннет Сай получила не случайно. Я с «Тавриды». Я как участник в свое время, пять лет назад, приезжала на «Тавриду» за поиском возможностей, друзей, творчества. И, конечно, вот перед вами, собственно, пример того, что, знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Вообще «Таврида», блин, это крутая вещь. Это реально большое, прекраснейшее, грандиозное дело для молодежи, для начинающих, для талантливых ребят, которые еще не знают, как себя реализовать, как раскрыться и так далее. Ну, конечно, здесь столько и мастер-классов, и того, и сего. Это очень полезно. Очень. «Таврида-арт» – это масштабный праздник, который включает в себя тематические фестивали, кино, театры, классического искусства, науки и другие. На огромной территории целого кластера «Тавриды» раскинуты образовательные павильоны и тематические площадки. Одной из самых популярных локаций традиционно становится павильон социальной сети ВКонтакте. Здесь проходят разнообразные встречи, мастер-классы и музыкальные квартирники, в которых принимают участие звезды и эксперты. К примеру, на одной из интерактивных лекций молодым творцам раскрыли секрет, как с помощью инструментов ВК создавать креативный контент. Экспертам выступила Дарья Семенова, старший менеджер по работе со стратегическими партнерами. Самое главное, я уже озвучилась на лекции, делайте красиво, некрасиво не делайте. Факутируйтесь на качестве, следите за постингом, за контент-планом и общайтесь, взаимодействуйте с вашей аудиторией. Это три базовых правила. В свободное от занятий время участники фестиваля прогуливаются по огромной территории, где можно встретить уличных художников, музыкантов и разные театральные труппы. Фестиваль «Огонь». Благодарю организаторов за приглашение. Я здесь впервые очень впечатлен тем, что люди радостные, у всех позитивные эмоции, позитивные улыбки, это здорово. Ну и всем хочется пожелать, в первую очередь, всего самого доброго и хорошего. Ну а также богатырского здоровья. Берегите друг друга. Зрелище до слез. Только что была на концерте «Ума Турман». Вчера была на открытии, которое продолжалось пять часов. По-моему, самое масштабное открытие, которое только можно представить. Вот. Шикарные номера, балет, просто пушка. Таврида-арт – молодежный фестиваль, но среди гостей и участников есть люди постарше. Организаторы подготовили программу таким образом, чтобы удовлетворить запросы всех возрастных групп. Посмотрели все. Я во всех павильонах была. Была на всех мероприятиях. Знаете, мне это очень напоминает, может быть, это плохо звучит, мое детство, в котором нами занимались в очень большом мере. И я с большим удовольствием здесь нахожусь, потому что я вижу, как это важно для тех ребят, которые здесь находятся. Потому что без этого страна, если мы не будем растить таких ребят, которые здесь получаются, наша страна не будет такой блистательной, как мы ее ожидаем, правда? А мы ждем, когда страна будет процветать именно за счет этих ребят, которые здесь. В 2023 году участниками Тавриды станут более 3500 человек. Молодые люди, представители так называемого креативного класса, съехались на побережье бухты Капсель со всех 89 регионов России. Для того, чтобы все службы фестиваля нормально функционировали, на территории работают сотни волонтеров. Мы живем в домиках, питаемся в бестро, очень вкусная кухня там. Мы просто очень довольны, всегда сыты и довольны. А что могу сказать про волонтерскую деятельность? Так это очень масштабно, ты можешь работать и с участниками, и с организаторами, и здесь всем помогать. И это очень круто, очень крутой опыт, и можно много получить возможностей дальше для этого. В этом году, как и в прошлом, на Тавриде работают сразу две сцены. Помимо главной, для участников и гостей сделана вторая сцена под названием «Ракета». В день открытия на ней выступили старожилы фестиваля, рэпер Эсти и его команда. В день открытия на ней выступили старожилы фестиваля. И на наших глазах он разрастается, становится больше, людей становится больше, становится ярче, строятся новые арт-объекты, появляются какие-то новые арт-кластеры. То есть нет, фестиваль развивается вместе с нами. Мы тоже стараемся развиваться, чтобы каждый год, приезжая сюда, чем-то удивлять какой-то новой музыкой, новыми дуэтами, новыми работами. В этом году фестиваль проходит с 17 по 21 августа. Таврида-арт – это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. На протяжении лета молодые люди со всей страны принимали участие в образовательных заездах в недавно открывшуюся Академию Тавриды. К слову, обучение в Академии продолжится и осенью. Фестиваль Таврида-арт – главное молодежное событие Крымского полуострова, в котором, несомненно, стоит принять участие каждому. София Троговоз, Николай Кузнецов, Александр Устич, Юрий Риутин, Александр Косманенко. Севинформбюро. Судак. В Российской галерее искусств в Севастополе представят новую уникальную художественную выставку «Тише». Зрителям предлагают познакомиться с 56 произведениями живописи и графики, которые ранее никогда не экспонировались. 34 из представленных работ принадлежат кесте русской художницы середины XX века ученицы Петрова Воткина Марии Ломакиной. Их фунды галереи сравнительно недавно передала единственная наследница художницы – ее дочь Марина Алексеевна. Творчество Марии Ломакиной представлено также в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств, но никогда не выставлялось в крымских музеях. Выставка «Тише» пройдет во временном выставочном зале Российской художественной галереи в здании номер 17 по улице Портовой с 23 августа по 22 октября. Заслуженный коллектив народного творчества «Русь» имени Петра Тимофеевича Савченкова готовит большую программу, посвященную памяти основателя коллектива, который в конце августа отметил бы свой юбилей. 25 августа заслуженному гармонисту России Петру Тимофеевичу Савченкову могло бы исполниться 75. И как это было всегда, свой праздничный день он отметил бы большим концертом вместе с созданным им коллективом. Не потому, что любил излишнее внимание к себе. Просто в течение всей жизни, в любые времена, он привык дарить людям радость, делиться своими мыслями, чувствами и надеждами через народную песню, в которую с самого раннего возраста был безгранично влюблен. Он ведь нам никогда не говорил там «любите народную песню», да, вот. Но он мог так сыграть ее и показать нам, что нам тут же хотелось ее выучить и исполнить. Вот такой он был человек. Мог он как-то собрать вокруг себя, вот, вы знаете, ведь собрал разных профессий, разных людей. И они все, как-то мы с удовольствием, со всеми душой полюбили эту песню. И вот так вот мы, конечно, с ней не расстаемся. Конечно, песня – это наша жизнь. Петр Тимофеевич ушел из жизни три года назад. Сегодня ансамбль «Русь», в развитие и успех которого он вкладывал все свои силы, продолжает заложенные мастером народной песни традиции, разучивая новый репертуар, давая множество концертов, участвуя в фольклорных фестивалях. Подготовленная к юбилею программа получила название «В кругу друзей». Это такой юбилейный концерт для Петра Тимофеевича. И все будет крутиться вокруг только него. Он будет говорить с экрана, он будет играть на экране, он будет петь тоже, мы услышим его голос, мы только будем подпевать ему. Придут его друзья, все друзья, которых мы знаем в Севастополе, они придут, они будут говорить. Свои видеопослания специально для концерта памяти Петра Савченкова пришлют его друзья, представители творческих коллективов из разных регионов России, с которыми музыкант поддерживал связь в течение многих лет. В программе также примут участие народный ансамбль «Играй гармонь» и студия фольклорной песни ансамбля «Русь». Наряду с известными солистами на сцену выйдут представители молодого поколения. Петра Тимофеевича застала, как таким энергичным человеком, издающий изнутри какую-то энергию сильную, настолько, что ты хочешь приходить и хочешь приходить, не забрасывая это все. И, конечно, вот данный концерт, он дает, наверное, какую-то поддержку, как будто он нас поддерживает. Концертная программа «В кругу друзей», посвященная 75-летию со дня рождения Петра Савченкова, состоится 27 августа в Севастопольском Центре культуры и искусств на улице Ленина, 25. Начало в 17 часов. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе центра. Максим Давыдов, Севинформбюро. Быстрее, выше, сильнее. Севастопольцы сдали нормативы ГТО. 19 августа на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя 180 жителей нашего города, это втрое больше, чем в прошлом году, испытали себя в челночном беге, беге на короткие дистанции, прыжках в длину и силовых упражнениях. В этот день на стадионе царит особая атмосфера. Для каждого из участников это прежде всего победа над собой. Спортсмены ожидают начала испытаний на станциях. С этого года Севастополь впервые смог подняться во всероссийском рейтинге на 5 пунктов вверх по отношению к остальным субъектам. Доказательством чего и свидетельством чего являются сегодняшние плановые нормативы. Сегодня 180 человек, это в три раза больше, чем систематично принимают участие по прошлому году. Сдать все необходимые для получения значка нормативы ГТО за раз невозможно. Их количество варьируется для каждой из 11 возрастных ступеней от 5 до 9. Испытания организаторы разбивают по разным дням. Сегодня мы сдаем наиболее простые, скажем так, дисциплины. Это короткие дистанции, это бег челночный, который все сдают в физкультуре. Это, конечно же, прыжок в длину. И силовой норматив – это сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Идеально выполнить все упражнения крайне сложно. Как правило, у каждого участника есть свой список легких и тяжелых нормативов. Ты к чему больше всего готов? К отжиманиям. Сколько планируешь отжаться? Ну, где-то 30. Ага. Как, дом вообще как, отжаться, спортом занимаешься? Именно ГТО готовился как-то к сдаче? Да, я последнюю неделю каждый раз отжимался по 20 раз. Ну, сейчас хочу 30 сделать. Получить заветный золотой значок ГТО – мечта каждого из участников. На испытания приходят целыми семьями. Проверить себе на 40 лет, выгляжу я или нет. Может быть. Ну, по результату пробежал вроде первым. На старте чуть-чуть поскользнулся, но ничего, настиг молодежь. Вроде перегнал. Результат 8,4. Я не знаю, хороший это или нет. Ну, как бы я в свое время 60 метров не бегал на время. Ну, а так я результатом доволен. Привел своего сына, ему 6 лет. Он в отдельной группе занимается. И дочка, 17-летняя, но тоже в другой группе. А как вообще вот эта вот тенденция пропаганды спорта в семье? Ну, я как-то привыкла. Меня с детства приучали, что Ксюше надо быть спортивной, надо на спортике подержаться. И как у тебя получается, чем занимаешься вообще так? Легкой атлетикой занимаюсь, ну, около 10 лет уже. Вот, в основном бегают длинные дистанции. Все как-то. И так, как у вас дела? Медаль, за какую медаль пришла сегодня сюда? За золотом. Следующий день сдачи норматива в ГТО состоится 26 августа на стадионе имени 200-летия Севастополя. Спортсменам предстоит пробежать длинные дистанции на время. Антон Шачков, Дмитрий Лелека, Севамформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье 20 августа в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 32-34 градуса тепла. А за минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей. 10 мальчиков и 2 девочки. А на сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждете новостей. До встречи в эфире телеканала НТС.